Продолжить сотрудничество с аграриями наперекор воле своей партии решились далеко не все ССДЭМы. Свою подпись под новым коалиционным договором не поставили четыре депутата. В результате полная неразбериха. Мнения правящих и оппозиции о том, остались ли теперь у парламента хозяева, резко разделились. Если только девять социал-демократов входят в новую коалицию, большинства нет. Мы все находимся в меньшинстве и, быть может, мы даже могли бы выдвинуть вопрос, стоит ли объявить Рамуна Сокарбаускиса лидером меньшинства. Консерваторы очень стараются дестабилизировать ситуацию и доказать, что большинства нет. Мы же четко заявили, что большинство есть и что, согласно уставу, никто не должен подписываться, кроме глав фракции. Они подписали такой договор. Я также лично заявил, что примкнул к большинству. В споре о цифрах народные избранники не случайно. По закону в правящую большинство должен входить минимум 71 парламентарий. А если их не набирается, склеить коалицию не получится. Именно поэтому консерваторы все чаще говорят не просто о хаосе, а даже о досрочных выборах. Стабильность в стране, похоже, не будет три года. В государстве и политической системе хаос. Две партии немощные. В партии Сацдемов хаос. У либералов судебное дело. Порядок и справедливость тонит в скандалах, как и партия труда. Пожалуй, было бы хорошо провести выборы. Тем более, что в аграриях люди тоже разочаровались. Впрочем, оппозиция оппозиции рознь. Во фракции «Порядок и справедливость» идею внеочередных выборов называют попыткой консерваторов короновать своего лидера – Габриэлюса Лансбергиса. Они очень этого хотели бы. Они считают, что на выборах успех улыбнется консерваторам. И в конце концов Габриэлюс станет премьером, так как президентом стать он еще не может. Немного не хватает лет. Созывать народ к избирательным урнам не хотят и виновники неразберихи – социал-демократы. Я не вижу никаких для этого оснований. Возникали и намного более сложные ситуации. Сколько дров на ломаре те же консерваторы во время своего правления. Одних антиконституционных законов приняли больше 30. Это признал Конституционный суд вместе с президентом. Но мы не проводили досрочных выборов. Как бы там ни было, раздавать бюллетени спустя лишь год после парламентских выборов пока никто не собирается. Новоиспеченный союз аграриев с фракцией левых, вопреки воле руководства социал-демократов, хоть и не уверенно, но держится на плаву. Пока что. Сергей Шелкин, Аудриус Андреяускас, Первый Балтийский канал.